Ну, наконец-то нам удалось победить и уйти в отпуск, пускай не в хорошем, но в каком-то надеживающем настроении. На самом деле настраивались только на победу, потому что уже серия наша безвыигрышная очень сильно затянулась. И сегодня, на мой взгляд, пускай опять-таки тренер не может быть никогда доволен полностью игрой, но самоотдача, желание победить, оно, я думаю, все-таки в конце концов сыграло для нас положительную роль. И несмотря на то, что поначалу активно начав и загубив несколько опять стопроцентных моментов, где-то возможность футбола из этого составить подвезло нам, когда нам попали в перекладину, там были какие-то подходы у факела, но тем не менее, все-таки опять решающую роль, на мой взгляд, сыграла именно концентрация наших футболистов и в завершающей стадии атаки, когда бил и тот же Кириенко, хороший гол, на мой взгляд, забил красиво, и Чеботару на последней минуте первого тайма. Поэтому, введя на перерыв со счетом 2-0 в нашу пользу, конечно, настраивались, чтобы ни в коем случае не дать сопернику возможность как-то переломить исход игры. В принципе, да, может быть, отдали где-то инициативу, но тем не менее, все-таки острых моментов до поры до времени у наших ворот не возникало. Ну и естественно, когда происходят вынужденные замены, потому что все-таки на вот эту группу игроков легла основная нагрузка, и в конце, в конце, конечно, возможно, не хватило сил для того, чтобы довести матч, именно контролируя игру, и не давая сопернику возможности даже приблизиться к воротам. К сожалению, все-таки у нас обоим достаточно ограниченные, ограниченные, но, опять-таки, нагрузка ложится на футболистов больше. Выдержали сегодня, победили. В принципе, да, вот этот результат, эта победа, я думаю, возможно, даст какой-то импульс к тому, что начнем выбираться из этой ямы. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Валерий Валерьевич, какие планы на большой межсезон, которые у нас предстоит? Ну, сейчас ребята разъезжаются по домам, собираемся мы 8 января, 9, и с 9 и по 29 января мы тренируемся в Новосибирске, посмотрим, опять-таки, будем подстраиваться и под условия погодные, как бы у нас есть одно занятие вот здесь, на заре, и второе, будем в зависимости, опять-таки, и от погодных условий, от состояния, в котором придут футболисты, уже корректировать планы такие глобальные по тому, опять-таки, что получим после отпуска. Я все-таки надеюсь на такое профессиональное отношение наших игроков, которые, на мой взгляд, этот отпуск слишком такой большой, но, опять-таки, можно активно отдыхать, можно просто сидеть и есть там пирожки с пельменями. Поэтому еще раз говорю, что, надеюсь, все-таки, что 9 числа мы в таком более-менее нормальном состоянии вернемся из отпуска, отработаем до 29 в Новосибирске. С 2 февраля по 19 февраля у нас запланированы, опять-таки, сборы в Турции, где проведем ряд таких контрольных матчей, посмотрим уже, футболистов отработав практически месяц, что мы реально представляем на фоне других команд, и потом возвращаемся в Новосибирск, и где-то с 24-го, с 23-го февраля мы находимся здесь, и эту неделю перед игрой с Тюмени проводим здесь. На вторую половину Чугайнов станет другим тренером, не присматривающимся, а требующим, или как? Ну, я уже, если вы заметили, даже в игре уже сейчас требую, пытаюсь требовать, конечно. Требовать можно что угодно, вопрос еще, чтобы футболисты это выполняли. Вот, поэтому, опять-таки, на мой взгляд, очень тяжело требовать что-то, если футболист сам не горит особым желанием. Вот, я мечтаю об одном, чтобы, говорю еще раз, чтобы у нас платежная ведомость совпадала с тем, что я вижу на поле в тренировках. Вот, мечта об этом просто какая-то такая несбыточная, я надеюсь, да, в этом году, но, вот, надеюсь, что в следующем году все-таки обоим-обоим у нас реальная будет такая, на мой взгляд, она достаточная, достаточная, чтобы добиваться положительных результатов. Пряников не ожидается, ребятам? Нет, почему? Пряники надо заслужить. Но если мы их будем раздавать надо и не надо, наверное, это неправильно тоже, потому что мудрость, она гласит, кнут и пряник, а не только пряники. Наверняка ведь есть у вас, играющая, какая-то секретка, чтобы это желание зажглось. Зачем я буду секреты свои раскрывать? Я не буду раскрывать, потому что футболисты не готовить. Секрет, он хорошо, когда неожиданно что-то наступает для кого-то, ну, а остальные, может быть, задумываются. Спасибо большое. Так пиджак оставить или нет? Не, я в нем теперь буду спать, начиная. Спасибо.